Вечер на Волге, но сотрудникам ГИМС не до романтики. У них работа в разгаре. Ловят нарушителей правил движения на воде. Попутно проверяют и документы. Управление катером мужчина освоил давно, а вот в права заглядывает нечасто. Инспектор сообщает, менять их надо было еще в прошлом году. Как и водительские права на управление маломерными судами выдаются на 10 лет. Вы сейчас управляли маломерным судном, не имея фактически удостоверения на право управления, так как оно просвещено. Мужчине выписывают минимальный штраф в 1000 рублей и подробно разъясняют, куда и с какими документами идти за новыми правами. Инспекторы напоминают, при себе водитель водного транспорта должен иметь не только права, но и судовой билет с отметкой прохождения техосмотра. Если лодка чужая, еще и доверенность. Останавливают в основном тех, кто пересекает реку в неположенном месте. Здесь ходят баржи с грузом. Место повышенной опасности для лодочников. Наиболее частые нарушения это управление маломерным судном, не прошедшим техническое свидетельствование. Также нарушение правил маневрирования. Соответственно, есть свои местные правила пользования водными объектами в Самарской области. Где прописано, где маломерные суды должны двигаться, а как они должны двигаться. Вместе с сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам в рейде судебные приставы. По Волге они путешествуют с акцией должник. Моментально по базе данных выясняют, есть ли у капитана катера или лодки какие-либо задолженности. Удобно это и для самих неплательщиков. Расквитаться с долгами они могут прямо посреди реки. У пристава есть с собой специальный документ, информационная книжка, благодаря которой они могут принять эти денежные средства. Если мы обнаруживаем гражданина, который является должником, то мы также вызываем его в отдел судебных приставов. То есть он также может явиться непосредственно к своему судебному приставу для пояснения ситуации. Только во время этого рейда приставы нашли трех должников. Двое вовремя не оплатили штрафы ГИБДД. Один больше 8 тысяч должен за коммунальные услуги. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.